Власти нашли деньги до конца февраля, газета РБК. Власти нашли деньги до конца февраля Дмитрий Коптюбенко, Александр Бегбов, Петр Нетреба. Полночь 25, 28 января 2015 года. Фото, Дмитрий Азаров, коммерсант. Фото, Дмитрий Азаров, коммерсант. Антикризисный план в целом одобрен правительством, сообщил Дмитрий Медведев. Документ еще будет дорабатываться до марта. До этих пор деньги на борьбу с кризисом будут брать из антикризисного фонда. В нем осталось 170 миллиардов рублей. Хронология плана в понедельник. Чиновники правительства совершили второй поход к президенту с проектом плана борьбы с кризисом в 2015 году. В общем, Владимир Путин одобрил его еще в прошлую среду. После этого множились его варианты, отличающиеся по набору мер источникам их финансирования. Во второй раз носили примерно то же самое, что и в первый, признает федеральный чиновник. По его словам, ведомства не успели договориться по деталям. Президент дал понять, что тянуть дальше нельзя. «Знаю, что завтра председатель правительства планирует своим распоряжением этот план утвердить», Минус заявил Владимир Путин, цитата по «Кремлен Датру». Уже утром во вторник министр финансов Антон Силуанов сообщил РБК, что план принят. Вчера были проведены совещания у руководства страны, приняли антикризисный план. Позже премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании в Брянске по развитию животноводства подтвердил, что план в целом одобрен правительством. По словам премьера, в течение дня в правительстве продолжались технические согласования. Откуда возьмут, неясно как рассказал РБК Силуанов, план не предусматривает дополнительных расходов из бюджета. Все ресурсы, которые будут выделены на реализацию этого плана, будут найдены за счет антикризисного резерва, сформированного в бюджете, Минус отметил он. Объем антикризисного фонда правительства составлял на начало года 193 миллиарда рублей. Сейчас, после принятия ряда решений с использованием этих средств, объем – около 170 миллиардов рублей. Мы не будем увеличивать расходы, мы будем действовать в рамках принятого бюджета. Более того, будут предложены меры по перераспределению ресурсов, по концентрации на наиболее важных и нужных направлениях. И за счет этого будут определены приоритеты, Минус отметил министр. Ранее источники РБК в правительстве со ссылкой на обсужденный в прошлую пятницу вариант плана говорили, что из бюджета на него будет потрачено не более 480 миллиардов рублей и остальные деньги. Средства ФНБ в размере 550 миллиардов рублей. Газгарантия, бюджетные кредиты и ОФС. В совокупности борьба с кризисом оценивалась тогда в 1580 миллиардах рублей. Правительство также разработало три менее затратных варианта плана. Самый дешевый стоил 844 миллиарда рублей, в том числе и из бюджета. 62-75 миллиардов рублей. Мы слышали, что теперь из бюджета дадут не больше 170 миллиардов рублей, но нам подтвердили, что дадут деньги на большинство из запрошенных нами мер. Откуда возьмут, неясно, минус удивляется чиновник одного из ведомств. Временная мера озвученная сумма 170 миллиардов рублей. Это те деньги, которые правительство будет тратить, пока окончательно не утрясят все параметры антикризисного плана, рассказали РБК два правительственных чиновника. Окончательная сумма и источники финансирования будут известны ближе к марту, говорит один из них. Отсрочка нужна еще и из-за того, что план теперь придется обсуждать с депутатами и членами Совета Федерации. Об этом в понедельник попросил правительство президент. В среду министра финансов Антона Силуанова ждут сенаторы. В пятницу к депутатам идет первый вице-премьер Игорь Шувалов. Минэконом развитие тем временем продолжает собирать антикризисные предложения от бизнеса. Во вторник члены антикризисного штаба Деловой России озвучили свои предложения за министра Станиславу Воскресенскому в формате «А что еще?», рассказывает один из участников встречи. «Мы накидывали меры, какие у нас есть. Договорились, что на следующей неделе встречаемся и обсуждаем уже это все у министра», минус отмечает собеседник РБК. План не критиковали, зачем критиковать то, чего еще нет официально и что носит текущий характер. По оценкам Деловой России, исходя из опыта кризиса 2008-2009 годов, на антикризисные меры необходимо 4,56 ТРЛН рубль. Но даже этой суммы будет недостаточно, если не провести структурные преобразования, считает глава организации Алексей Репик. По мнению руководителя аналитического центра Деловой России Анастасии Алихнович, нужно уйти от субсидирования в пользу льгот, снижать ключевую ставку, вводить налоговые послабления и не повышать тарифы монополий. Поддерживать нужно не отдельные предприятия, а стимулировать весь малый и средний бизнес посредством льгот, подчеркивает она. Дать безработным и аграриям пока правительство принимает точечные решения по антикризисной поддержке отдельных отраслей. В понедельник Медведев сообщил о том, что своим постановлением он выделил субсидию регионам на 52,2 миллиарда рублей. Деньги пойдут на организацию временной занятостей и другие меры на рынке труда. Минтруд ожидает, что число официально зарегистрированных безработных в 2015 году вырастет на 650 тысяч человек, до 1,6 миллиона, рассказывали РБК ранее чиновники правительства. Будет сформирован механизм, который позволит частично компенсировать затраты на проведение весенних полевых работ и реализацию сезонных сельхозпроектов. Речь идет о субсидиях для регионов на компенсацию затрат на уплату процентов по кредитам. «Собираемся предоставить дополнительные средства, чтобы помочь отраслям с российской сельхозтехникой», минус перечислил Медведев. По его словам, он подписал постановление об уточнении порядка предоставления субсидий несвязанной поддержки в области растения и водства. Также расширится число производителей молока, получателей субсидий федерального бюджета в регионах. Что дальше правительство должно будет к марту подготовить поправки в бюджет, которые зафиксируют сокращение доходов из-за падения экономики. В начале года Минфин не довел до бюджета получателей 10% лимитов, ожидая проблемы с поступлениями. Это означает, что ведомства должны сократить на эти суммы свои текущие расходы на 2015 год. Вице-премьер Аркадий Дворкович не исключал на прошлой неделе, что бюджет придется резать на 15%. «Будут предложены меры по перераспределению ресурсов, по концентрации на наиболее важных и нужных направлениях. И за счет этого будут определены приоритеты», – сказал РБК Силуанов. «Кроме того, наша задача состоит в том, чтобы не тратить бездумно суверенные резервы». Меры по оптимизации бюджета, по реализации структурных реформ заложены в антикризисный план. «План рассчитан примерно на один год, но в нем предусмотрена подготовка новых структурных реформ, для того чтобы мы имели новое качество госуправления, новое качество бюджета, с тем чтобы мы сохранили наши резервы и не потратили их за один-два года», – отметил глава Минфина. Автор статьи – Дмитрий Коптюбенко, Александр Бигбов, Петр Нетреба. Арбург Минфина – Дмитрий Коптюбенко, Александр Бигбов, Роб rom в саулиину, Абург Минфина, Роб depart владуjar, Юрий Коптюбенко, Александр Бигбов, Пят улицы